Начало четвертой финальной фазы войны, которая завершится победой Украины, произойдет в январе 23-го года. В январе, феврале и начале марта сама Вселенная будет способствовать тому, чтобы победила Украина. И что и произойдет к моменту выхода Марса из петли 16-го марта. Теперь к России матушки. В России матушки, как правильно сказал Валерий Дмитриевич, все интересное только начинается. В марте Россия начнет стремительно приближаться к исходной точке петли времени, которая начала свое формирование в феврале 17-го года или в марте 1917-го по новому стилю. А в октябре 1917-го или же в ноябре 1917-го завершила свое формирование. Соответственно, то, что будет происходить в России, будет иметь очень много схожих черт с событиями столетней давности. Итак, смотрите, март 23-го года. Война для России завершилась поражением. Российский суверен поставил на карту все и, как говорится, проиграл. Для окружения своего, близкого и дальнего окружения. Он неудачник, он аутсайдер. Он, прежде всего, потерял тот источник силы и сокральности. Итак, в марте в России начнет разыгрываться сцена под названием «Половецкие танцы с хоров». Госсовет к этому времени полностью будет состоять из представителей силового блока и будет контролировать все процессы, происходящие в стране. Роль российского суверена будет сведена к минимуму. К этому времени, к марту в России, будет уже новый премьер-министр, на которого, прежде всего, поставят, естественно, представители силового крыла, которые с ним связывают надежду на то, что произойдет относительно спокойный процесс перехода власти от одного человека к другому. И в этом силовой блок опирается на статью 92 Конституции Российской Федерации, которая гласит, когда президент Российской Федерации не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет председатель правительства. Итак, кто же будет этим председателем правительства? Естественно, с точки зрения рационального, только тот человек, за которым стоит силовой блок. Потому что все остальные российские мини-системы построены по принципу бизнес-модели. И особой роли никогда на те процессы, которые происходили в России, не играли. А теперь мое субъективное мнение, что этим человеком будет Патрушев-младший. И вот мы подходим к роковому для российского суверена периоду времени. Весенний коридор затмений 2023 года. 20 апреля у нас произойдет гибридное солнечное затмение 129 Сараса. А 5 мая произойдет полутеневое лунное. Этот период времени означает завершение жизненного цикла российского суверена. Вопрос, который также волнует многих. Как же это произойдет? Итак, фатальная планета для российского суверена это Нептун. Нептун связан с отравлениями. Это яды. Ну, естественно, человек все проиграл. И все это прекрасно понимает его близкое и дальнее окружение. Естественно, от него нужно как-то будет избавиться. И вот приходит на помощь старый испробованный способ яд. Конечно, таким ядом станет не банальная цикута и не канторелла и не вода госпожи Тафана. Безусловно, нет. Я думаю, что для этого будет использован какой-нибудь шедевр позднего творчества Гриши Майроновска. Григорий Майроновский, как известно, возглавлял токсикологическую лабораторию НКВД. Так вот, друзья мои, мы отталкиваемся от двух дат его рождения. Неофициальный – это 50-й год и официальный – 52-й год. И там, и там стоит Нептун. Если брать за основу 50-й год рождения, то Нептун находится на его южном.